Продажи новых автомобилей в России снижаются фактически 5 лет к ряду. Безусловно, были локальные всплески продаж, к примеру, в конце 2014 и в конце 2015 года, когда граждане на фоне ослабления рубля искали, куда им вложить собственные средства и обращались, в том числе, к покупкам автомобилей. В остальном же мы видим нисходящий тренд и по данным за первые 8 месяцев этого года снижение авторынка сохраняется и составляет порядка 15%. Причем в последние месяцы, в августе и в июле, снижение составило 18%. Безусловно, это настораживает и Минпромторг в начале года прогнозировал 10% снижение. Но, вероятно, все-таки результат годовой будет минус 15%, ну и при неблагоприятном сценарии минус 20%. Это, конечно, удручает. Но и отметим, что такие печальные продажи связаны с кризисными явлениями в российской экономике и с падением потребительского спроса. Ну и в целом спрос смещается в более дешевый бюджетный сегмент. Но и отметим, что в бедных регионах, центральная Россия, Приволжье, продажи проседают еще сильнее. В рейде регионов снижение продаж новых автомобилей составляет 20-30%. А в богатых регионах это менее заметно. В частности, в Ленинградской области в этом году наблюдается, наоборот, рост продаж. А в Москве просадка всего 5%. Но тенденция смещения в бюджетный сегмент, она характерна для всего рынка. Ну и в связи с этим растет доля покупок автомобилей с использованием кредитных средств. Потому что банки все-таки предлагают интересные программы автокредитования. Ну и в регионах развиваются такие программы, как, допустим, каршеринг. То есть у кого нет необходимости постоянного использования автомобиля, могут взять автомобиль на прокат. Это удобно и недорого. Мы не исключаем, что в следующем году также будет снижение продаж. Но некоторые факторы позволяют смотреть в будущее с некоторым оптимизмом. В частности, это продолжающие действовать программы поддержки автопрома российским правительством. Уже было выделено правительством десятки миллиардов рублей. В принципе, это благотворно сказывается на рынке и поддерживает уровень продаж. И второй фактор. Дело в том, что автомобиль традиционно используется 4, 5, 6, ну максимум 7 лет. После чего уже срок износа сказывается. И, соответственно, автомобили, которые покупались в 2010, 2011, 2012 годах, когда были активные продажи, подходят к концу своего срока использования. И, соответственно, их владельцы будут смотреть, на что пересаживаться и покупать новые машины. Так что будем смотреть в будущее с умеренным оптимизмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин